Допинговый скандал В последних изменениях запрещенного списка препаратов Всемирного антидопингового агентства Многие уверены, что хоккеистам вообще не нужны ни допинги, ни стимуляторы, но только если ленивым Как готовят хоккеистов на Кубани, с какого возраста берут в секции, сколько стоит экипировка и почему на Кубани это игра, а не спорт высоких достижений или все-таки наоборот Ну и конечно сегодня говорим о том, какие условия у нас созданы для того, чтобы вырастить профессионального хоккеиста, ну и конечно любительский хоккей как главный жизненный допинг Я напоминаю вам, что как обычно в интернете мы проводим опросы, сегодня его тема звучит так Вы бы отдали ребенка на хоккей? И четыре варианта ответов Да, мы уже занимаемся Нет, это дорогой вид спорта Третий Да, спорт для настоящих мужчин И четвертый Нет, у нас для этого нет условий Голосуйте на сайте Кубань24TV, пишите свои комментарии в социальных сетях, я обязательно самое интересное озвучу в эфире Ну и телефон прямого эфира 274-11-14, код города Краснодара 861, жду ваших звонков Константин Спасибо большое, Ольга, за то, что слово передала Я от себя добавил бы пункт вот в этот опрос, да, то есть нет, я не отдам ребенка на хоккей, потому что у меня девочка, она уже занята, занята художественной гимнастикой Ну это такое отступление Давайте гостей представим Людмила Александровна Чернова сегодня к нам присоединяется Министр физической культуры и спорта Краснодарского края, олимпийская чемпионка не по хоккею, по легкой атлетике, здравствуйте Сергей Митин, исполнительный директор Федерации хоккея Краснодарского края, спасибо за то, что пришли И Дмитрий Хомяков, директор хоккейного клуба «Северские волки», вам тоже большое спасибо и тоже здравствуйте Для начала, друзья, давайте посмотрим на интересную статистику Мы подготовили, ну такое, графическое воплощение по поводу того, сколько детей занималось хоккеем на территории Краснодарского края несколько лет назад Несколько это 10, и сколько детей занимается хоккеем на территории Краснодарского края на данный момент, Ольга? Да, количество детей, занимающихся хоккеем в спортивных школах, на бюджетной основе Мы видим эти данные по данным Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Ну, в общем-то, огромный рост Порядка тысяч человек, получается, сейчас на бюджетной основе как раз занимаются хоккеем Цифра достойная Ну, если, например, взглянуть на 2006 и увидеть, что там зеро Ну да, как любой вид спорта, на развитие его требуется время Если мы говорим, что в 2001 году у нас была одна ледовая коробка И то, которая в основном использовалась для развития массового катания, а не для развития хоккея То, наверное, те цифры, которые мы увидели, говорят о том, что сегодня хоккей уже на территории края есть Ну, вот хоккей на территории Краснодарского края есть У нас 18 арен, на которых можно этим самым хоккеем заниматься Ну и вам, Сергей, вопрос Вот, возможно ли еще детей туда завлечь? То есть, хватит ли всех арен для всех желающих? Ну, к сожалению, скажу так прямо, арен не хватает Это что касаемо Краснодара, Сочи, конечно, счастливчик в этом плане Сколько там ледовых площадок? Порядка 10-12 арен, если брать все малые, большие, тренировочные, все арены, которые там существуют Для Краснодара это проблема, да Объясню почему Потому что занимающийся прибавляется, как нам показывает диаграмма, да Скажем так, из года в год Каждому сентябрю у нас есть набор коммерческих групп, у нас есть бюджетные команды Прибавление детей идет Но, к сожалению, время не резиновое Да, у нас, по-моему, хоккеистов на льду занимаются еще и фигуристы И, конечно, с ними надо дружить, они тоже хотят заниматься, достигать Не, ну понятно, что фигуристы с хоккеистами будут дружить, потому что хоккеисты, ну, по крайней мере, сильнее Ну, сильнее, да, и там прекрасный пол в основном Вот, мы всегда дружили, поэтому льда не хватает Только пожелание, да, еще нам коробок, чтобы развивать этот спорт более массово Ну, вот насчет коробок, да, например, я вспоминаю свое детство Я жил в северном регионе Российской Федерации Вышел, ведро воды вылил, вот тебе и пятачок, вылил ванну, вот тебе и практически коробка Ну, мы, наверное, край, который не совсем... В нашем регионе, скорее всего, плаванием можно круглый год заниматься Ну, да, 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 не совсем, наверное, приспособлены для таким обширным занятием хоккея Или все-таки мы внедряем этот вид спорта в нашу жизнь? Честно говоря, я думаю, не нужно торопиться, сделать все и сразу Если мы говорим о том, что совсем недавно у нас вообще хоккея не было Мы только за него болели, смотрели и хотели То на сегодня 18 ледовых коробок, которые с учетом олимпийских объектов, построенных в Сочи Это уже много, а то, что нам сегодня не хватает, это хорошо Это желание родителей и детей заниматься спортом Всему свое время, наверное, будет Ну, будет 40, все будут говорить, все равно не хватает Потому что площадок много не бывает никогда Да, Дмитрий, в Станице Северской ваша хоккейная площадка, она вообще как часто пустует или нет у нее вообще свободного места, свободного времени? Ну, мы стараемся ее заполнять, естественно, как бы у нас приезжают хоккеисты и занимаются детвора не только там Северского района Даже есть группы, которые из Краснодара приезжают и занимаются по виду нехватки ледового времени и ледовых арен в городе Краснодаре Из АНАТО, вроде бы я слышал, тоже бывает Ну, очень много любительских команды есть, которые тренируются, приезжает и команда Анапы, и Павловской станицы Много очень, как бы, команд из региона В нашей команде занимаются ребята, которые ездят даже на тренировки из города Геленджика, с Новороссийска Ну, это как бы уже ближе к фанатизму, так скажем Потому что... Ну, фанатеют дети или фанатеют родители, которые отдают ребенка? Ну, как правило, родители, очень многое зависит от родителей, как родители подходят к вопросу воспитания, к вопросу... Потому что все равно это стоит в основном, это развитие и отдать ребенка там в хоккей, это немаловажный вопрос к родителям, да? И у нас на Кубани, ну, правильно, если 10 лет назад мы об этом даже говорить не могли... То есть собрали бы программу... Представлять даже, кто-то мне сказал бы 10 лет назад, что там я буду играть в хоккей, да? Научусь... Ну, я бы сказал, мы всю жизнь играли в футбол, в баскетбол, но никогда о хоккее даже не думали А сейчас говорим о каких-то проблемах хоккея, которые у нас существуют А сейчас, да, мы обсуждаем уже проблемы хоккея, проблемы развития хоккея То есть график, он показывает, ну, развитие, это пиковое развитие И для Кубани это новый вид спорта, который на сегодняшний день он еще, ну, в начальной стадии развития Потому что, ну, поэтому многие родители еще кто-то понимает, кто-то сомневается Но это прежде всего вопрос, как бы, к родителям, как отдать ребенка, возможно, да, в такую школу Это, ну, для родителей такой серьезный шаг, потому что этим надо заниматься И в действительности те родители, которые отдают детей своих, там, хоккей, фигурное катание Перед ними можно снять, так сказать, шляпу, потому что это все равно, ну, любой ребенок Его надо привезти, его надо одеть, помочь его Потому что становление и начало занятия, там, хоккея, фигурным катанием Это все-таки, это детсадовский возраст Ну, конечно, и еще одна проблема, да, то есть ребенка из плюс 30 привезти на площадку, где лед И так далее и тому подобное, акклиматизация, Ольга Да, у нас есть звонок, алло, здравствуйте, вы дозвонились, представьтесь, пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Олег, у меня вот такой вопрос Недавно переехали в Краснодар с семьей И возникает вопрос, хотелось бы ребенка отдать на хоккей, но куда пойти? Сколько стоит? Как вот попасть в бюджетные группы? Или по какому принципу происходит отбор? Вот, вопрос такого характера Спасибо большое за вопрос А откуда вы к нам приехали, извините? Приехал из Екатеринбурга Из Екатеринбурга вы просто приехали в наш город или для того, чтобы ребенка сюда отдать хоккеем заниматься? Ну, переехали и решили, что ребенок уже вырос, на наш взгляд Ну, все можно отдавать Спасибо, спасибо, сколько лет ребенку? Пять лет сына Пять лет, спасибо вам большое, ну и Сергей, наверное, попытается и... Нет, ну давайте я, наверное, начну, потому что у нас единственный ледовый государственный каток Это в районе Красной площади Нашенко, двумя аренами На которых на сегодня занимаются и платные группы, и государственные учреждения Возраст пяти лет ребенок сегодня не попадает по стандартам государственные учреждения Но надо в любом случае обратиться на ледовую арену Приехать, поговорить с руководителями Вам расскажут, какие у вас перспективы, вы можете заниматься в платных группах Начать прямо сейчас Ну, то есть, как, например, мой ребенок и дети моих знакомых сейчас ходят, занимаются Художественной спортивной гимнастикой платно, потому что под возраст не подходят, под бюджет не подходят Ну, а затем уже пойдут Какие параметры нужны, то есть, Сергей, какой возраст, со скольки набираются эти дети И вообще всех ли берут, или все-таки там отбирают? Ты высокий, идешь, ты низкий, иди в прыжки на батут Ну, что касаемо высокий, низкий, да, это, наверное, уже устарело какие-то параметры Потому что сейчас выходи на лед и показывай Это что касаемо уже детей постарше Детей помладше, да, набирают помимо мест в группах Да, неважно, ты большой, маленький, ты можешь через год вырасти, перерасти всех детей И быть лучшим в этой команде Поэтому есть желание, вот как Дмитрий правильно сказал, родителей Потому что это не просто привезти ребенка и отдать Это нужно каждодневно, 3-4 до 5 раз в неделю привозить его на тренировки Это мы сейчас говорим о том, чтобы ребенок пришел и занимался бесплатно Вот этой игровой шайбой Неважно ли платно или бесплатно Нет, понятно, что бесплатно он может заниматься до определенного возраста То есть, например, сколько нужно? До 9 лет До 9 лет В 9 лет у родителя встает такой вопрос Все, нужно на бюджетную основу его отдавать и так далее и тому подобное То есть, из 9 лет он имеет право заниматься полностью бесплатно Мы у себя построили такую систему, в которой тренера работают Работающие на нашем ледовом, смотрят маленьких детей и работают вместе с ними И по ходу отбора они уже их видят И поэтому здесь я не вижу проблем и с переводом детей из платных групп в бесплатные Это нормальная система, которая во всем мире работает Дмитрий, ну за скольки вообще тогда лет дети идут в хоккей? Ну, я думаю, 5 лет это уже как раз начальная подготовка На которой можно начинать давать азы катания ребенку на льду Можно я предостерегу, наверное, родителей, которые у нас сегодня смотрят, дай бог, передачи Потому что очень часто сегодня сталкиваемся с ситуацией, когда родители с маленькими детьми хотят сразу и все И дайте нам ОФП, и дайте нам лед больше, и дайте нам все Существуют параметры, которые не зря применены Поэтому в любой вид спорта существует время для того, когда его надо привезти ребенка А до этого момента нужно очень щадяще относиться Мы можем не получить не только чемпиона, а вообще получить ребенка, у которого будут проблемы со здоровьем Поэтому надо очень внимательно относиться не только к ребенку, но и родителям, и к желанию заниматься спортом В общем, не загонять с самого начала С самого себя не загонять У меня вопрос, если в бесплатную отдавать секцию, с какого возраста принимать? С 9-ти С 9-ти, а если в платную, можно и в 3 года привезти, да? Есть такие желающие родители, которые вот прям насильно, посмотрев чемпионат мира или какие-то там видеоролики Мы хотим вот нашего ребенка, но если ребенок нет, не хочет, ну не надо его заставлять Через год он сам захочет, прививайте его через массовое катание А если говорить о стоимости, в месяц два раза тренировки, сколько будет стоить? Ну, примерно Я могу сейчас сказать, есть разные, скажем, тарификации в коммерческие группы Да, они разные, потому что там наполняемость детей, количество занятий в месяц Но вот средняя оплата сегодня у нас это 350 рублей занятия Ну вот, в продолжении темы предлагаю посмотреть небольшой сюжет о том, как малыши катаются на льду, что их привлекает, ну и, конечно же, о их победах Безусловно, хоккей во всем мире, особенно в нашей стране, очень популярен От юного спортсмена на секцию нужно 6-7 лет Раньше научится на коньках стоять, раньше клюшку в руки получит и в настоящий хоккей играть начнет Не за горами будут и первые шайбы заброшены, и победы долгожданные Десятилетнего Руслана в хоккей привела бабушка три года назад Хоккеисту по вкусу настоящая мужская борьба Решение стать вратарем Руслан принял сам, но до этого амплуа защитника и нападающего на себе испытал Мне кажется, у каждого сложности, на воротах сложно, в защите и в нападении тоже, везде сложно, надо учиться везде А вот Тимофей Гилета изучать игру с клюшкой начал аж в 11 До льда в жизни спортсмена были бассейн и футбольное поле Хорошие данные помогают Тимофею уже год выступать на позиции защитника Кстати, здесь Роск сыграл свою роль Высокие игроки не такие быстрые Но хорошо кататься хоккеист научился всего за три месяца Как-никак у юного защитника по шесть тренировок в неделю Тимофей признается, что с самого начала хоккейные элементы давались непросто Сначала... кораблик За что? Это стоять на кольках? Нет, это упражнение такое А что сейчас для тебя самое сложное? Кораблик Приготовились! Не спи, не спи-то! Клюшка на льду, Женя! Тренировка на льду продолжается 1 час 30 минут И за это время надо успеть выполнить все задания тренера На площадке три наставника и все заняты своей возрастной группой Я тебе говорю, что быстрее мы сделаем из шлегеля защиту, чем вот из Назара Я тебе сегодня говорю... О, вот и шлегель! Александр Богатырев хоккеем 17 лет занимался и на самом высоком уровне поиграл Выступал за Череповецкую Северсталь, Подольский Витязь, а после карьеры игрока продолжил дело своего отца Стал тренером И вот сейчас в Краснодаре делится опытом и учит мастерству мальчишек Тяжело работать с детьми, потому что у каждого свой характер у парня Многие как бы дети еще до конца не понимают, куда они попали и для чего они нужны здесь Приятно просто за ребят Самое-то основное, чтобы они людьми выросли Даже если не хоккеист, в общем, чувакам вырос После льда хоккеисты продолжают так называемую сухую тренировку Проходят общую физическую подготовку, развивают координацию и выносливость Итак, давайте посмотрим на стоимость амуниции Коньки минимум 4 тысячи рублей Вот такой шлеп обойдется вам в 4,5 тысячи Цена нагрудника начинается от 2 тысяч Идем далее Хоккейные трусы Перчатки Колени Локти Естественно, термобелье и свитер Как вы знаете, в хоккее без клюшки никак Все это мы складываем в специальный баул Я, если честно, детям не завидую Сумка действительно тяжелая А вот минимальная цена от того, что сейчас у меня в руке 25 тысяч рублей А если ваш ребенок вратарем стать захочет, то знаете, заплатить придется в 2 раза больше У голкипера все другое Коньки, щитки, ловушка, вратарский блин, шлем, клюшка и так далее И за все это минимум 50 тысяч рублей Подведем итоги Без сомнения, хоккей это сложный и дорогой вид спорта Игра активных и энергичных мальчишек Игра командная, которая развивает будущего мужчину не только физически, но и интеллектуально Но самое главное, что хоккей дает вашему ребенку дисциплину Незабываемые эмоции и впечатления от побед на ледовых аренах Вратарю вообще в денежном плане не повезло Амуниции вообще в 2 раза дороже Но я вот все-таки о цене на обмутирование, экипировку То есть если я своего 6-летнего ребенка даю Сейчас 15 тысяч должна потратить на то, чтобы он вышел на лед Это очень дорого ведь, да? Дорогой вид спорта Можно чуть-чуть парировать Если вы захотите, чтобы ваш ребенок занимался в музыкальной школе и играл на пианино Сколько стоит пианино? Так один раз пианино купила, все А обмундирование покупай каждый год, он же растет? Ну это дело родителей выбирать, чем заниматься ребенком Конечно же Но все-таки дорого, дорогой вид спорта Потому что у нас один ледовый каток, то, наверное, кто-то пойдет играть на пианино А кто-то пойдет заниматься хоккеем Нет, я просто знаю по своему опыту, наверное, согласитесь со мной Многие люди, например, у меня ребенок, ему сейчас 6 лет, да? Он у меня вырастает, я просто свою форму отдаю тому ребенку, которому исполнилось уже сейчас Существуют родительские обмены, родители меняются с детьми формой, это нормально И в данных группах, когда сообщество, это поддерживается Вырос ребенок, передал маленькому, а тебе передает по наследству Пока ты не стал в государственном учреждении, не попал в школу, где тебя обеспечат экипировкой А попал в команду Улыбаетесь так Нет, я внимательно слушаю У нас есть звонок, Алло, здравствуйте, вы дозвонились, представьтесь, пожалуйста Здравствуйте, я Никита, я хочу спросить Вот я живу в центре города Я не знаю, куда мне пойти в хоккей, где находится ближайший каток И сколько стоит заниматься хоккеем? Никита, сколько вам лет? Одиннадцать Одиннадцать, спасибо большое Ну, повторяю, о чем говорила Баскет-холл, Ледовый дворец, за Красной площадью Арена работает до последнего посетителя По-моему, с 7 утра, если не раньше, до 24 часов Пока команды этих взрослых не уходят Поэтому в любое удобное время надо подъехать Если с родителями или сам сможешь И тебе все расскажут Ну, если не получится попасть в команду, наверное, так резюмирую Да, можно заняться другим видом спорта Такое их на территории Краснодарского края, города Краснодара Центрального округа города Краснодара Огромное количество Поговорили мы о детях В следующем блоке мы поговорим о уже более старшей возрастной категории О молодежи Но все это через несколько минут Оставайтесь на телеканале Кубань-24 Да, сейчас реклама сразу после нее Юношеский хоккей Какие перспективы у одаренных юниоров Ну и, конечно, их востребованность сегодня Дождитесь В эфире программа «Через край» на телеканале Кубань-24 Сегодня говорим о хоккее Как вырастить профессионального хоккеиста Какие у него перспективы Ну и, конечно же, что такое любительский хоккей Сейчас обо всем подробнее И не забывайте звонить нам в студию 274-1114 Кот города Краснодара 861 Жду Костя Заявили мы тему на второй наш блог Сказали о том, что будем обсуждать молодежный хоккей Но Дмитрий говорил, что еще не все он сказал о детском хоккее Ну давайте завершайте тогда Ну все-таки много видов спорта на Кубани Которые становятся в приоритете Но мы сегодня все-таки разговариваем о хоккее Который мы хотим развивать И который должен идти вперед Вперед к каким-то новым вершинам К новым достижениям И мы у себя, посмотрев-то, как бы Ну, взять регионы хоккей наиболее Там Урал Там Свердловская область Челябинская область Там серьезные школы хоккейные В которых большая конкуренция детворы Очень много детей занимаются просто хоккеем У нас это начальное развитие У нас об этом еще родители Они еще боятся этого вида спорта Они его не понимают Для этого мы как бы вели И запустили непосредственно уже С этого года Программу развития В которой мы совместно С управлением образования Северского района Проводим открытые уроки на льду Для детей начальных классов И для детей дошкольных еще учреждений То есть приезжают с родителями И очень большой и поразительный эффект Мы достигли от этого Что приезжают дети Их просто ознакомливают Тренерский штаб выходит весь на ледовую арену И занимается Тут же и фигуристы занимаются Как правило фигуристы с девочками И хоккеисты Это начальная подготовка Чтобы ребенок хотя бы понимал Куда он приехал И очень большой эффект Это возымело от родителей Которые приезжают Тоже естественно дети маленькие Им интересно приехать Мы это делаем совершенно бесплатно То есть совместно с управлением образования Это приезжают дети Мы два раза в неделю проводим эти открытые уроки А дети приезжают только из вашей станицы? Ну на сегодняшний день Мы сейчас охватываем пока район В дальнейшем в принципе Есть планы развития и расширения Потому что в принципе формат очень интересный Он понравился Мы проговорили и начали это развитие Со своими генеральными спонсорами Которые нам в этом помогают И это интересный тренерскому штабу Потому что непосредственный материал С которого потом получается уже спортсмен И более широкий охват всего населения В занятия спортом И вообще ознакомление с зимними видами спорта У нас для вопросов Которые родители задавали На сегодняшний день у нас есть Группа начальной подготовки До формирования хоккейной команды Детской даже необходимо провести Какой-то отбор детей Первоначальную и начальную подготовку Как мы разговаривали Платные группы Прошли эти стадии Мы уже видим и формируем команду Команду уже плода не до 9-10 лет Даже на сегодняшний день Мы начинаем формировать команду До 8-9 год Детвора То есть они уже когда становятся командой Мы переводим их полностью Они занимаются бесплатно То есть это уже дети Которых мы отобрали Они уже стали командой Амуницию по возможности мы предоставляем У нас преемственность как таковая Чтобы не надо бояться Сложностей и больших проблем С финансовыми В плане покупки Амунирования Потому что в принципе Так же как и во всех видах спорта Хоккей это очень распространено Преемственность от старших к младшим То есть если родители То есть вот эта амуниция В которой занимались Ну там например Дети 2007 года Она остается в вашем распоряжении Вы ее передаете Что-то меняется Что-то делается Мы работаем со спонсорами Которые нам помогают Как бы в плане начальной Не посредственно начальной формы То есть мы стараемся Даже сегодня Если привели к нам ребенка На хоккейную арену Мы его берем Мы его одеваем В простое амунирование Чтобы он мог покататься Попробовать И потом уже родитель решает Дальше он будет этим заниматься Или не будет этим заниматься И как бы понятно Что развитие хоккея Допустим на Кубани Надо непосредственно выстраивать Уже на 10-12 лет вперед Как мы сегодня Что мы какой базис мы сделаем Что мы сегодня вложим в наших детей То мы в дальнейшем В будущем и получим Поэтому мы стараемся Даже не отталкивать вообще детей Кто попадает в команду Кто не попадает в команду Потому что это дальнейшее Это будущее Это наше будущее В которое нам сегодня Нужно вкладывать силы Средства Время свое Родителям Так же Чтобы они у нас шли Не в сторону улицы Каких-то хулиганских Непосредственно А они шли в спорт Спорт, который мы занимались Не именно в хоккей В любом случае Да, именно в хоккей Да, у нас есть звонок Алло, здравствуйте Вы дозвонились Переставьтесь, пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Сергей Я хочу задать вопрос Придмиле Александровне Значит Сергей меня зовут Да, да, слушаем вас внимательно Сергей Ага Значит, Елена Александровна Подскажите, пожалуйста У меня ребенок Занимается Хоккеем В парке Солнечный остров В Айсберге Подскажите Говорят, что он до мая А потом уже функционировать не будет Спасибо Ну, это в городе Краснодаре Это городская муниципальная школа Были нарекания В части Самого сооружения Спортивного Но на сегодня Информацию, которую я владею Это о том, что группы занимаются Оплата городом производится И никаких изменений На сегодня не планируется Да, я тоже слышал Что вопрос постепенно решается Да, там были какие-то проблемы Проблемы эти касались Здоровья и жизни детей Да, ну, у нас, к сожалению, бывает так Что, типа, сказал А Говорить Б не хочет Объект ледовый построили А для все условия для детей Чтобы та сумма, которую город платит Все-таки была достойная Наверное, они не выполняли Ну, в данной ситуации Группы работают И пока не планируется Ничего Закрытие Я просто хотела добавить о том, что Если мы говорим о развитии хоккея То это то же самое, что развивать Любой другой вид спорта Мы вспомним, что было Мастер-классы Или всеобучи по шахматам Всеобучи по плаванию То есть любой вид спорта Должен начинаться с ознакомления И обучения всех детей Которые могут посетить Все ледовые дворцы Которые есть по тому Краснодарскому краю Об этом разговор ведется И с федерацией совместно И с муниципальными образованиями Мы прорабатываем И это должно стать нормой Ну, третий урок физкультуры на льду У нас же бывает такой день Открытых дверей, например Это постоянно На территории города Краснодара Я с удовольствием хожу С удовольствием смотрю Чем там занимаются дети Показывают свое мастерство Почему бы хоккеистом туда не выйти И тоже показать Это происходит в каждом муниципальном образовании Встали на ролике и показали Хотя бы на роликах А у нас есть звонок Алло, здравствуйте Вы дозвонились Представьтесь, пожалуйста Алло Да-да, представьтесь, пожалуйста Вы в эфире Меня зовут Александр Я из города Белореченск У меня два вопроса к вам Во-первых, Габриевич У меня первый вопрос Пожалуйста Затраты на строительство И за счет эксплуатации бассейна И то же самое Чтобы сделать ледовый каток И второй вопрос У меня Затраты на содержание В течение года бассейна И идентично То же самое Ледового катка А вы тренер, вероятно И по плаванию И по хоккею? Нет? Нет Я отношусь Я тоже работал Ранее сейчас уже не работаю А вы вопрос задаете Вообще Почему? То есть Что вы хотите узнать? Понятно Затраты То есть Для чего это вам нужно? Ну Вот А вы не можете ответить На этот вопрос? Вы не готовы? Или Ну почему? Я хочу услышать Вот Наверное Только я Понятно Спасибо за вопрос Александр, спасибо Ну давайте так Что ледовые дворцы И бассейны Это не дешевые Объекты спортивные Хотя они есть разные Есть объекты в Краснодарском крае Которые стоимости 100 миллионов Это не дорогие А если мы берем Северский район Где Или частные какие-то Ледовые дворцы Которые еще дешевле строят Есть ледовые дворцы Допустим Олимпийский большой Есть ледовый дворец Какой еще Которые дорогие И стоят Не одну тысячу рублей Поэтому Разная стоимость Любого объекта Она по-разному И бассейны Точно так же Разные По стоимости Ну нет Ну конечно же Мы сейчас могли бы Достать все сметы наши На строительство И перечислять Но к сожалению Программа закончится Мы наверное до половины До половины Не дойдем Единственное наверное Я думаю о чем разговор О том что Может быть Что-то дороже Что-то дешевле Выбрать надо Нет я думаю потому что В Белореченске Бассейн то есть Люди занимаются Триатлоном А вот хоккеем Ну я знаю что В Белореченске Заложена капсула Строительства Ледового дворца Я думаю что В каком-то будущем Он появится Вне зависимости От того сколько Он будет стоить Он вырастет Он появится Отлично Дмитрий Но все таки У вас В Северской Средних размеров Бассейн Средних размеров Каток Если по стоимости Конкретно Что дешевле Что дороже На содержание На строительство Строили ли вы Бассейны Дмитрий Строительство Мы наверное Строили все В своей жизни И С мета содержания Допустим Ледовой арены Она основная Львиная доля Содержания Ледовой арены Это естественно Энергозатраты Ну так же И любой бассейн Это энергозатраты На непосредственно На поддержание льда На поддержание Микроклимата Которые Ну очень сложные системы И они Большое Требуют Больших энергозатрат Основная статья Расходы Можно Извините Я вот попытаюсь Точку поставить Все таки да Мы разговариваем О том как дети Занимаются хоккеем Сколько это стоит Вот лично мне Вообще не интересно Мы же не задаем вопрос Сколько стоит электроэнергия В общей образовательной школе Куда ребенок входит Конечно же Это объекты существующие За них платит государство Ну в данном случае Из этого складывается у вас Стоимость Правильно? Давайте вот мы продолжим уже Да О детском хоккее Мы так немножечко поговорили У вас же кстати Сайфулин работает Человек который Тренировал хоккейный клуб Беркута Кубани И вот как раз Беркута Кубани Но в любом случае Есть дети Которые сейчас идут В школы В хоккейные школы На территории города Краснодар На территории других Районов наших И ну наверное У ребенка должна быть Какая-то цель Да То есть когда был Хоккейный клуб Кубани Это конечно Ну все может быть Высокопарно Да То есть у ребенка Например который идет В хоккей Была цель Попасть в хоккейный клуб Кубань Через хоккейный клуб Беркута Кубани Есть у нас Хоккейный клуб Сочи Которому наверное Здорово было бы Если бы в Краснодаре Какие-то новички Обкатывались Да Но все мы помним Что с чего Начался этот сезон То есть С чего В чем Как мы провели это лето Мы все думали Останутся Беркута Не останутся Заявятся они в МХЛ Не заявятся они в МХЛ Все-таки Не заявились Но это понимает Точка не поставлена Еще профессиональный хоккей Мы возможно увидим Здесь в Краснодаре В Ледовом дворце Наверное Очень хорошо Что у нас есть КХЛовская команда В Сочи Наверное Хуже было бы Если бы вообще Никакой команды Тогда да Есть сочинская команда Сегодня рассматривается Руководством А создание Молодежной команды Эта тема Не закрыта И она больше Нужна для нас Для детей Чем может быть Для сочинского клуба Поэтому и федерации И с высшей лигой И с молодежной лигой Постоянно находимся В контакте И я думаю Что опять же Я повторю Не надо торопиться У нас наверное Все будет Если просто надо дождаться Сергей Вы же как раз Занимались решением Уже этого вопроса По поводу беркутов Июль-август Месяц Это такие активные месяцы Как раз Заявки В чемпионат В молодежную лигу И мы эту проблему Старались решить Нам пошло На встречу Руководство Молодежной лиги В лице Алексея Морозова Который нам Помимо официальных сроков Дал еще 2-3 недели На поиск средств Для заявки Команды Но к сожалению У нас не получилось Но мы руки не опускаем Правильно Прирост детей И любителей В том числе Команда профессиональная В городе Это показатель Что хоккей В городе есть И вернемся К первому блоку детей У нас сейчас есть выпуск 99-2000 год Для них это стимул И мотивация Вы правильно говорите Есть лестница Структура Вообще Хоккей КХЛ В ХЛ И молодежная лига В молодежной лиге Есть группа А И группа Б Группа Б Послабже Группа А Посильнее Группу А Беркута Кубани Выиграли Группа Б По крайней мере Мы не говорим О взрослой команде А молодежную Вот ребята Подрастут уже 15-16 лет Как раз будут готовы играть Да У нас наш разговор Слушал и присоединяется Лев Московкин Член правления клуба Золотая шайба Руководитель Краснодарского Краевого регионального отделения Клуба Судья первой категории Лев Иванович Здравствуйте Лев Иванович Здравствуйте Алло Лев Иванович Добрый вечер Давайте Если Лев Иванович В кризисе Нашу беседу То мы конечно же Его сюда запустим Без каких-то проблем Кстати Если о золотой шайбе Говорить То есть Был же у нас прецедент Когда Василковские хоккеисты Взяли и выиграли Вот эту всероссийскую Золотую шайбу В 2012 Если мне память не изменяет Это было Я вот с такими глазами Смотрел на эту новость Не только мы смотрели Потому что Те ребята Которые играли И когда команда С Краснодарского края Стала побеждать Начали спрашивать Откуда она взялась Поэтому Такой вот Да Активный Краснодарский Да Активный Активный спорт Лев Иванович Все-таки Мы к нему дозвонились Добрый вечер Лев Иванович Добрый Я знаю Что вы в 2002 году Первую хоккейную Команду собрали Правильно Вот сколько сейчас У вас воспитанников И мы вот В продолжении разговора Говорим о юношеском О юношеском хоккее Скажите Какие у него Перспективы сегодня Ну перспективы какие Я сейчас тренерской работой Деятельностью не занимаюсь Ну во-первых Добрый вечер Людмилу Александровну Я смотрю эту передачу Сергею И Дмитрию Я хотел Алло Алло Мы вас слышим Хотел бы вас Сразу как бы Не то что огорчить А Хотелось бы Сказать что В принципе Золотая шайба Это дворовый хоккей А у нас сейчас Детки Все Команды Стремятся Быстрее уйти На Играть на юфо Как бы Еще у них и мастерства Не хватает А они все бегут Вперед Хотят Завоевать Как вы сказали Родители Хотят из них Сделать мастеров Быстро-быстро Ну Так не бывает Надо все правильно Начинать С малочку Как Людмила Александровна Говорила И это все знают Отлично Да Потихонечку Поэтому В данный момент Да Я уже 4 года Или 5 Занимаюсь Золотой шайбой В крае Да И Очень хорошо Министерство спорта Помогает И мы работаем Вплотную Федерация наша В принципе Тоже К этому ведет Ну хотелось бы Чтобы На Россию Выступали дети Получшие Которые Ну как бы Провести Край Перенство края И победителей Отправлять На Федерацию Южную федерацию Чтобы они там Играли на Россию А остальные детки Пусть набираются Мастерства Именно Вот На проведение Краевых соревнований И в золотой шайбе Вот Коснулось В этом году У нас Старшей команды У нас нет Вот 2001 год 2002 У нас нет команды Даже выставить На золотую шайбу В Сочи Ну и Ее взять А у нас появится 4-й, 3-й Мы Откуда Выставили 4-й, 5-й, 6-й Выставили А остальных Я просто не знаю Как вот С ними Дальше Работать Но Стараюсь И Сергею Сейчас вот Сергей вернулся В федерацию Я смотрю Значит Будем работать Поплотнее И заниматься Да, Сергей вернулся И сидит Спасибо вам большое За развернутый Такой ответ Можно тогда Сергей Сергею уже слово передадим Лев Иванович Добрый вечер Спасибо, да Что вышел в эфир Ну, Лев Иванович Вернусь Да, к началу разговора Что действительно Золотая шайба Это дворовый хоккей Этот турнир организовал Тарасов Великий наш тренер Да И то, о чем говорит Лев Иванович Вот даже касаемо 2001 года Но 2001 год Это дети уже 15 лет Это у них уже Переходный возраст Профессиональный спорт Спорт высших достижений Это через год Наши выпускники И говорить о том Чтобы они сейчас Сыграли В дворовой хоккей Да А они играли На первенство России Ну, я считаю Это неправильно И другой момент Что у нас 99-2001 год Это, ну, скажем так Малая численность детей У нас 99-2001 год Одна команда Из трех возрастов Выступает на ЮФО На первенство России По ЮФО То есть активнее пошли Уже чуть-чуть попозже Да, да В 2006 году Мы об этом уже говорили Да, то есть какой был хоккей Мы их не успели набрать В том самом 2006 году И какой он, например, сейчас Леонид Иванович Водоначальник из Каневской Там самая старая у нас Коробка И вот он там Как называлась она? Колос Колос Колос, да, действительно Хотели в клинице, Дмитрий, пожалуйста Я просто Что дети, которые играют Уже непосредственно На чемпионат России По ЮФО Они не имеют права Играть по золотой шайбе По золотой шайбе, да И как правило Уже команды Мы стремимся Чтобы для повышения Как бы мастерства Уже заявляться На более как бы Перспективные как бы турниры И поэтому Допустим, даже наш 2005 год Детвора, которые играют на Россию Она сейчас уже не может По золотой шайбе играть Потому что это положение Нарушение Съемочная группа Нашей телекомпании Вышла на улице Армавира И спросила А вы бы отдали своего ребенка В хоккей? Давайте послушаем Что сказали горожане Ну, отдала бы это Спорт Ну, и нравится мне У меня, кстати, брат Занимается хоккеем Два года Конечно, отдала Воспитание Таких черт, как Мужество Попорство Ну, мужчина Настоящий мужчина Вырастет Ну, во-первых Это желание ребенка Ребенка зависит Хочет он заниматься хоккеем Или не хочет заниматься хоккеем Ну, и потом Надо подходить еще Из материальной части Хоккей довольно-таки Материально затратный Дотратный вид спорта Правильно? Так что это Было бы желание Он будет как бы Уже увереннее в себе И даже будут Мозги развиваться Затрудняюсь ответить Я бы в плавание отдал Хоккей Нам вряд А почему? Травмоопасный вид спорта Только поэтому Отдала бы Ну, вообще Очень хороший спорт Во-первых Это Вырабатывает Саму силу Характер И Дисциплину Самое главное Мужество Силу Характер И другие Качества Развивает Вот Любой другой вид спорта Самое главное Отдать куда-то ребенку Мне хотелось бы продолжить Мужчина сказал Травмоопасный Вид спорта И вот я Готовясь к программе Нашла Перед тем Как отдавать ребенка В хоккей Просто сходите На любой матч И сядьте у самого льда Тогда вы услышите Как трещат борта От ударов тел Увидите Как без всякой жалости Пьют друг друга Клюшками Как кричит тренер Требая чтобы убили Нападающего противника Плечи Колени Спина Стандартный набор Хронический травм Хоккеиста Ну так наверное О любом виде спорта Может сказать У кого-то есть Вот например шахматы Знаешь такого Гату Камского Это известнейший шахматист Который там принял Который является Гражданином Соединенных Штатов Америки Шахматист Костя Так вот он сошел с ума Потому что он занимался этим спортом Костя у меня сын я переживаю Это у тебя дочь На гимнастику Хоккей Насколько он травмоопаснее Чем ну например Там футбол Или то же самое плавание Ну Ольга правильно сказала Да что Как и любой вид спорта Любой вид спорта Травмоопасный Те же пловцы Они очень сильно страдают Болезнью плеч Да Лыжники Колени Любое Болезни плеч Нет наверное Такого понимания Но Опять я вернусь Который о чем говорила Педагог хороший Должен понимать И дозировать нагрузку Максимально уберегать Спортсмена от травм Родители должны следить За своими детьми И вовремя Разговаривая с тренером Определять ту степень нагрузки Тогда мы можем Максимально избежать Тех негативных влияний Которые можно получить От любого вида спорта От любого вида спорта Да действительно Весь спорт травмоопасен Ольга В общем спасибо Передаем тебе слово Да Сразу После рекламы Будем говорить О спорте высоких достижений И конечно же Любительском хоккее Дождитесь Звоните к нам В студию 274 11 14 В эфире программа Через край Говорим сегодня о хоккее Как вырастить профессионального хоккеиста Насколько доступен лед На Кубани Ну и конечно же Где востребованы наши игроки И ночная хоккейная лига Проблемы и перспективы любителей Костя Спасибо большое Ольга Ну давайте продолжим Наверное говорить О нашем любимом хоккее Я вот Вот Маленькое лирическое отступление Я на самом деле Оду хочу нашим хоккеистам спеть Хоккеистам любителям Хоккеистам которые Занимаются пропагандой Ну там детского Какого-то этого Детской игры Потому что Хоккей видать Развивает еще и упорство То упорство С которым мне постоянно звонят И говорят Константин У нас такие-то соревнования Приезжайте снимайте Константин У нас такие-то соревнования Приезжайте снимайте И вот с нескольких Уголков нашего края Постоянно эти звонки Раздаются И вот это очень здорово Здорово то что Люди Вот таким вот образом Хотя бы вот таким образом Пытаются привлечь нас Пытаются привлечь людей Да я привлеку Ваше внимание Некоторыми цифрами Это количество спортсменов Занимающихся хоккеем В Краснодарском крае Это и дети И взрослые В том числе И любители Ну вот мы видим Что в 2012 Там это 4 400 И сейчас Да Сколько у нас получается Давай кругли мы скажем 5 тысяч человек 5 тысяч человек Которые занимаются Динамика Хороший показатель Ну динамика здесь Наверное Она не так Очевидно Видна Да Если бы мы например С тем же самым 2006 Сравнили Любительский хоккей Вообще вот В настоящее время Я так понимаю Огромное количество команд Команды Ну например Я знаю Есть в Анапе Где ильдата Совсем вроде бы не имеется Там в Крымске И так далее И тому подобное То есть есть 10 населенных пунктов Где хоккей развивается И есть например 20 населенных пунктов Где есть свои хоккейные команды То есть они где занимаются Они каким образом Давайте наверное Посмотрим на эту ситуацию С другой стороны Взрослый хоккей Начал развиваться Раньше чем детский Естественно И команды сформировались Ну вероятно Географически Переезжали люди Находили место И вот желание Их встать опять на коньки Оно было намного сильнее И потом Мы говорили про то Что почему дети Хотят заниматься Родители Наверное одно не сказали Это командная игра Она очень важна В части того Что люди которые играют В команде Они потом Понимают командный дух И несут по своей жизни Чувство командного человека Поэтому то что Взрослое население Сегодня играет На Кубани Активно в хоккей Это наверное Наследие Самого типа игры Командой Командной игры Это не только в хоккее Кстати Это и в других видах Точно игровых В индивидуальных видах Не так это популярно Как это в игровых видах Поэтому хоккей Изначально идут команды Да они не имеют Ледовых коробок Они объединяют людей Они соединяются Выезжают на ледовые дворцы И вот та идея Которая была Начинала развиваться По ночной хоккейной лиге По любительским командам Она на Кубани Очень популярна И с каждым годом У нас количество команд Увеличивается в разы Ну вот наверное Дмитрий Как раз знает У вас же часто проводятся Различные турниры Да то есть народу Больше и больше Все больше и больше Приезжает Ну конечно С развитием хоккея На Кубани Все больше и больше Появляется у нас команд У нас Если я не ошибаюсь У нас порядка Любительских команд Которые играют На крае В разных категориях Порядка 18 команд Вот среди этих любителей Да то есть Вот люди являются Любительской командой То есть Существует какой-то Чемпионат Краснодарского края Или какой-то другой турнир Который их объединяет Или это такие лиги Которые самосозданные Ну под эгидой федерации Хоккея Краснодарского края Сейчас проводится у нас Перенство края Среди любительских команд И непосредственно Под эгидой уже Министерства спорта Проводится Ночная хоккейная лига Которая это федеральный турнир О которой мы сегодня Еще обязательно поговорим Да Мы на ней еще Постановимся наверняка Потому что Сейчас на сегодняшний день Уже Помимо того что начался Хоккей на Кубани Да с людей которые Переезжали с других регионов С хоккейных Которые там уже Играли они хотели дальше Продолжать свое развитие Заниматься хоккеем И непосредственно Уже с таких Как Уже Которые примкнули Начали учиться Уже в зрелом возрасте Можно я вот Может быть не в тему Просто вот так вот резко Дети которые занимаются Сейчас в школах Краснодарского края В частности Например там Станица Северская То есть Из них вырастет что Это люди которые будут играть Вот на таком любительском уровне Или все таки Есть у них шанс Вот детей которые занимаются Сейчас попасть Все таки в профессиональные Какие-то команды То есть кто на них смотрит Как их вот эти профессиональные команды От нас забирают Выцепляют И есть ли вообще такое сейчас Давайте посмотрим Две Два направления этого развития Первое Любой ребенок Игровых видах Может играть в любой команде Но для любого Например родителя Важно чтобы его ребенок Стал ну прям Профессиональным спортсменом Он может играть Так и в футболе И в Спартаке И в ЦСКА И в любой другой команде Другая тема Это про которую мы сейчас говорили О создании вертикали В Краснодарском крае Которая бы дала возможность Кубанским детям Играть в своей команде А вот сейчас Дети которые занимаются Вот сейчас Вот например у них подходит возраст Ну еще возраст Время у нас есть немножко Ну наших детей Еще время есть конечно Потому что наши детвора Первые 2005 года Самые старшие Они подойдут к этому еще Ну порядка там Четырех-пяти лет Ну это понимаешь Что смотр талантов Это как раз И чемпионат России Первенство страны Первенство Южного федерального округа Мы играем уже Вот недавно наши детвора 2005 года Приехала с Кубка Третьяка С города Орска Сейчас мы готовимся к турниру Мы едем в Санкт-Петербург Про место не сказали Приехала Из Орска Место какое заняли Место какое заняли Место заняли шестое Сыграли очень хорошо Из восьми команд Как бы обыграли Две московские школы Довольно такие Серьезные школы Ну когда мы играли Там непосредственно С ведущими Как бы детскими клубами России Это там Челябинский трактор Да там Металлург Ну под такие команды И наша детвора Смотрелась Довольно неплохо И мы значит Развиваемся в правильном направлении И в дальнейшем Конечно По перспективе Как бы детворы Конечно Не все станут Профессиональными хоккеистами Но Шансы есть у каждого Главное стремиться Веришь и так далее Ольга До эфира Мы связались с Георгием Кабановым Официальным представителем Министерства спорта Российской Федерации Вот как он Прокомментировал нам Ситуацию С развитием хоккея В целом Можно сказать О таких поступательных шагах Развития хоккея В Краснодарском крае Это и развитие Материально-технической базы Это и строительство Ледовых катков Которых в последние годы Стало намного больше Это и поддержка Руководства региона Что касается Самого развития Ну оно идет Конечно По поступательной И сейчас уже Представлены команды Всех возрастов Начиная с 10 лет До 15 То есть именно Тот возраст Когда формируется Готовка хоккеистов Такая целенаправленно А дальше уже Идет уже Профессиональная подготовка По 15 лет Поэтому На сегодняшний день В крае Существуют И команды Молодежной хоккейной лиги Высшей хоккейной лиги И команда КХЛ Поэтому Все ступени Профессионального Любительского хоккея Заполнены И очень хорошо Развиваются У нас Краснодарский край Является лидером По проведению Различных физкультурно-спортивных Мероприятий В том числе И по хоккею Вот сейчас В ближайшее время У нас в городе Сочи Стартует Такой проект Как Золотая шайба Впервые в этом году Соберутся 56 команд Регионов Страны Для выявления лучшего И естественно На такие турниры Конечно же Приезжают И селекционеры И тренеры Различных профессиональных клубов И смотрят себе игроков То есть Сама селекция В стране У нас работает Очень прилично Если ребенок Неважно в каком клубе Выделяется на фоне Своих партнеров То в любом случае Для него Это огромный плюс Если его заметят И пригласят Другую команду Но я Тем не менее Я хочу сказать Что в таком возрасте Как 10-15 лет Это не Такой показатель Для ребенка Будет ли играть в хоккей Или не будет Это возраст Когда формируются Только хоккейные навыки Оттачивается Какое-то мастерство И сказать Условно 10-12 лет Что ребенок Станет профессиональным Хоккеистом Невозможно Только вот уже Где-то ближе К 15-16 годам Поэтому какая-то Миграция Честно говоря По моему мнению Совершенно не нужна И ребенок должен Оставаться на своем месте И тренироваться там Где ему удобно И не перемещаться По стране Вот у меня Вот сейчас я вспоминаю Кого я знаю Из хоккеистов Ну из людей Которые выросли В больших хоккеистов Так немножечко Так прощепал Территорию Краснодарского края Не вспомнил Вспомнил Майкоп и Кучерова Который сейчас Одна из самых ярких Звезд НХЛ Он родился в Майкопе Но потом я вспомнил Что он все-таки Заниматься начал хоккеем В Москве И как раз Он начал давно Хоккеем заниматься В этой самой Москве Вот Видно ли сейчас Вот кстати Извините Что я вот так вот К Капучи подхожу Да Вот каких-то будущих звезд В наших секциях То есть есть ли люди Которые вот прям Выделяются Выделяются Ну в старших возрастах Есть конечно Но опять же Я скажу Что это возраст Скажем так Рано начал заниматься Когда зарождался Хоккей на Кубани Но эти дети есть И несколько человек У нас уже уехали В команды Где есть структура КХЛ и ВХЛ То есть они занимаются Там 10-11 класс В интернате В спецклассах Играют И подают надежды И представляют Для родителей Которые мечтают Чтобы их ребенок Стал профессиональным Спортсменом Он говорит Что прецедент Уже существует Прецедент Уже существует Да вот буквально Две недели назад Звонило два родителя И спрашивали Как нам лучше поступить То есть у нас Подходит выпуск Мы бы хотели Вот уехать Как нам быть И документально И в принципе По рекомендации Я вот хотел добавить Не то чтобы добавить Да Сказать немножко так Глобально По поводу наших Старших детей А их перспектива Как говорите Любительский хоккей Профессиональный Да Ну конечно Не все попадут В высшие эшелоны Да В ХЛ МХЛ В КХЛ Но есть скажем так Альтернатива У нас вот есть Факультет Зимних видов спорта При нашем физкультурном Да Можете поступить На тренера Мы сейчас В федерации Запускаем Скажем так Курсы обучения Судей Которые будут судить Не только Край Да Но и Первенство России По ЮФО Вот Наши Когда у нас были Профессиональные команды Наши Судьи судили Молодежный чемпионат То есть это интересно Это люди при хоккее И с 16 лет Мы допускаем детей В нашу любительскую лигу Согласие родителей Пишут заявление Пожалуйста Приходите Играйте в нашу любительскую лигу То есть с 16 лет Они по любителям Имеют право выступать Имеют право Пожалуйста Любой команд Много у нас Пусть выбирают Общаются Мы поможем Вот вы говорите Что пожалуйста Учитесь например На тех же самых Тренеров и так далее И тому подобное Но я понимаю Что сейчас у нас Те тренеры Которые воспитывают детей Это тренеры не наши Наверное не краснодарские Не кубанские ребята Это тренеры Которые откуда-то К нам наверное приехали В основном да Потому что вида спорта Не было как такового Переехали До перед Олимпиадой Открылась кафедра Зимних видов спорта И сегодня мы по заявкам Тех же муниципальных образований Уже там готовим тренеров Которые скорее всего Должны вернуться И работать на своих Ледовых аренах Мы ни слова не сказали о том Потому что помимо Сочи и Краснодара У нас еще Семь ледовых дворцов По краю построены И там так же активен Хоккей И так же популярен он И любая звездочка 18 летовых дворцов у нас Ну 18 мы считаем Сочи с арендустскими объектами А так же популярен Я думаю те звездочки Которые рождаются в крае Они не обязательно Будут из Краснодара Они могут С любой маленькой станицы нашей Коллеги Костя Нам Юлия пишет Хорошо что в нашем крае Есть возможность реализоваться Во многих видах спорта В том числе и в хоккее Сама бы им занималась Столько взрослых наверное не берут Тем более девушек А так стараемся с друзьями Выбираться на игры Это очень зрелищно Так девушек берут? Ну маленьких то берут Это я знаю Маленькие девушки кстати Зачастую смотрятся лучше Чем маленькие мальчики Только потом уже мальчики вырастают Становятся здоровы У нас есть воспитанницы Которые играют уже На первенце края С ребятами Потому что Девчата могут играть На два года Разница Как бы старше То есть у нас там 2005 года есть девочка Она играет 2007-2006 год Есть девочки Да Есть девочки И играют Я скажу очень неплохо У них трудоспособность Мне кажется Раза в два и три больше Ну это же женщины Они сомневались Они хотят доказать Давайте сейчас вспомним Что девочка например В 8 лет соображает намного лучше Чем мальчик в 8 лет соображает Соображает это наверное Ни для кого не секрет Мальчики потом стягают У них до конца жизни Такая тенденция Спасибо большое Оля У нас есть У нас есть До эфира мы связались С Геннадием Величкиным Вице-президента Хоккейного клуба Металлурга Заслуженного работником Физической культуры России Из Магнитогорска Вот что он нам рассказал Как развивать хоккей в регионах Давайте послушаем Во-первых мы знаем Команду высшей лиги Краснодарскую Что эта команда есть Мало того Мы имеем к ней прямое отношение Потому что наш игрок Защитник Паша Медведев У нас там практически Стажировку проходил И прошлый год отыграл Отработал И мы от него Слышали много теплых слов Об этой команде И мы знаем Сочи Как развивается Ну несмотря на то Что немножко искусственно Да Но тем не менее Это тоже вариант развития Но сегодня Самое важное При той ситуации Которая существует У нас в вашем крае Ну начиная с Сочи Да Сегодня можно сумасшедшую Школу создавать И с удовольствием Мальчишки будут Ходить Даниматься И то есть Как бы это тоже Имеет Право на жизнь Такой путь развития То есть Не снизу Не от печки А сверху То есть мы сначала Показали Что такое Большой хоккей Мы привлекли Взрослых Родителей Бабушек Дедушек Вместе с детишками И они поняли Что это то Что нужно Для их детей Поэтому это нормально И я думаю Что такой регион Как Краснодарский край За ним будущее Хоккейное Большое Достаточно большое Абсолютно в этом уверен Вот такой прогноз Да Ибо команду знают Игроков знают Наших Не ну конечно же знают Я например там Лет наверное 6 назад Мы спорили Сидели с друзьями Вот например Если в Сочи Появится хоккейный клуб Появится ведь наверное Олимпиада же будет Но наверное появится Пойдут люди Да нет не пойдут Говорили там Говорил кто-то Но пойдут Потому что вот в Сочи Там альтернативы По большому счету Не существует Там полнейшие трибуны Были хоть раз На матче хоккейного клуба Сочи Мы так же как и вы Сомневались Ну скажем так Пессимистично смотрели Да что Действительно южный город Там совсем другие Люди интересы Но я присутствовал На нескольких матчах И присутствовал В начале чемпионата И в конце В середине Ну я был Два раза Точно помню Было порядка восьми тысяч Это три четвертых Там двенадцать тысяч Большая арена Это такая поддержка Ну то есть Народ ходит с интересом Я кстати хотел Привезти вам пару примеров Вот любительского хоккея Да Есть родители Которые начинали с нами В 2002-2003 году Вот заниматься Любительским хоккеем В крае Приезжие У них в восьмом Девятом году Родились дети Они их отдали в хоккей Да Потому что сами занимались Привили свою любовь А есть наоборот Человек привел Восьмого девятого года Ребенка играть в хоккей И через два года Сам приобрел амуницию И начинает играть В любительской лиге Это очень здорово Когда дети заражают Взрослых спортом Да Обычно же как говорят Вот давай делай И ребенок за тобой последует Тут наоборот Да у нас есть звонок Алло Добрый вечер Вы дозвонились Представьтесь пожалуйста Добрый вечер Меня зовут Леонид Я представитель Ночной хоккейной лиги У нас в крае И хотел бы прокомментировать Детский хоккей Мало кто знает У нас в крае Что недавно Состоялся турнир Детский В Ставропольском крае Чемпионат вооруженных сил 2005-2006 год По-моему И наша команда Краснодарская Стала чемпионом Вооруженных сил В этом виде спорта Руководитель команды Рыцов Александр Михайлович Это детская команда Президентского кадетского училища Леонид Президентский корпус Да Президентский кадетский корпус Компионы вооруженных сил Ну вы представляете Если бы вы сказали Президентский корпус Занял второе место Ну такое просто невозможно Ну Тем не менее Тем не менее Это Я о чем хотел Сказать Что Важно В хоккее Не только Участник команды Но и тренер И Те Хоккеисты Которых Которых он собрал В эту команду Спасибо большое за звонок Вот такие вот дела Это хорошая еще одна тема Там хорошие условия для спорта Вообще Созданные как результат Вот спортивные победы Спасибо большое За то что с нами сегодня пообщались Кое с кем еще Совсем скоро увидимся Итак Обсудили мы в какой-то степени Про официальный хоккей В принципе перспективы Мы поняли Что у детей Которые сейчас приходят заниматься В школах хоккейной На территории Краснодарского края Есть Ольга пожалуйста Сейчас реклама Сразу после нее Ночная хоккейная лига Перспективы И проблемы Любителей хоккеистов В прямом эфире Программа Через край Говорим сегодня о хоккее Как вырастить Профессионального хоккеиста Насколько доступен Лед на Кубани Ну и конечно Ночная хоккейная лига Проблемы И перспективы Любителей Ну и конечно же Напоминаю Что вы должны нам звонить 274 11 14 И задавать свои вопросы Костя Спасибо большое Ольга Ну нормально тебе теперь Хоккей понравился Да Так это смущалось несколько Итак представлю гостей Которые к нам присоединились Владислав Варшавский Руководитель ночной хоккейной лиги НХЛ В Краснодарском крае Позиция В нападающей Ну видно по вам И видно по еще одному Нашему гостю Что наверное Защитник Эдуард Юрьев Игрок ночной хоккейной лиги Хоккейный клуб Изумруд Крымск Защита Все верно Отлично А вы кстати Дмитрий Северские волки Северские волки Тоже в защите Наверное играете Да То есть приходилось вам Конечно Обыгрывали Конечно Отлично В общем будем оппонировать Теперь не на льду Друзья Итак Ночная хоккейная лига Ну наверное помним все Как громко открывался этот проект Да Как громко проводились Различные фестивали В славном городе Сочи И вот сейчас С какими-то проблемами Столкнулась вот эта самая Ночная хоккейная лига Дескать С деньгами не все нормально Так ли это И есть ли вообще такая проблема сейчас Ну проблем с деньгами На сегодняшний момент нет Уже нет Есть спонсоры И спонсор был изначально Вопрос только в том Что были определенные условия Выдвинуты спонсором Там по изменению состава Учредителей Самого некоммерческого партнерства НХЛ Эти вопросы находились В стадии обсуждения Ну и естественно Разрешились Поскольку Сами понимаете Размах этого проекта Не позволяет С такими защитниками Такие проблемы не решить Не позволяет Да Вот такими Такие нюансы Не помешают этому проекту Вообще вот ночная хоккейная лига Да Возьмем Краснодарский край Что нужно сделать Для того чтобы попасть В эту ночную хоккейную лигу И что нужно сделать Для того чтобы в итоге Оказаться там В финале Возможно даже там С Лукашенко сыграть Ну на самом деле Все достаточно просто Необходимо Ну во первых Заниматься хоккеем Написать соответствующее заявление Заполнить анкету Главное условие Чтобы человек Не был профессиональным хоккеистом В прошлом И чтобы ему было Определенное количество лет И ему было Определенное количество лет То есть у нас В Краснодарском крае На сегодняшний момент работает В дивизионе Краснодар 40 плюс Чемпионат проводится То есть плюс В Сочи у нас проводится 18 плюс Поэтому в принципе А вы больше встаете На территории Краснодарского края Тех кто 40 плюс Или тех кто 18 плюс На самом деле 50 на 50 То есть Примерное количество игроков Участвующих в чемпионате Ночной хоккейной лиги 40 плюс Составляет порядка 200 человек Около 200 человек Еще до 40 лет Эдуард вот вы как вообще В ночной хоккейной лиге оказались То есть как вы вообще В хоккей перешли В Крымске В восклицательный знак Поставлю Ну на самом деле Я еще с детства Занимался хоккеем То есть не здесь Не здесь да Когда жил на севере Потом Мы Переехали в южные регионы Здесь с хоккеем было Все плохо А после этого Буквально в 2010 году Когда здесь начал возрождаться хоккей Появилась возможность Поиграть Вспомнить Былое Поиграть В хоккей С такими же Парнями Как и я сам Которые когда-то давно Играли в хоккей А сейчас Начали вспоминать Это прекрасное Время И таким образом Я думаю Ночная хоккейная лига Это и образовалась Из таких же Единомышленников Которые Когда-то давно Играли в хоккей Но не играли профессионально Это одно из основных условий Участия в ночной хоккейной лиге Таким вот образом Сколотились Несколько коллективов На Кубани Которые Играют За право Поиграть С Лукашенко В Сочи Ну не только С Лукашенко Я же это просто Помилю Вы же сказали Дмитрий Вы тоже хоккеем Раньше занимались Получается Я никогда не занимался Раньше хоккеем Вы вот увидели Сделали И поехали Если мне кто сказал Что лет 10 назад Что я буду заниматься хоккеем Я вообще бы неправильно понял Ну действительно Когда у нас построили Был построен первый каток Открытый На футбольной коробке На футбольной площадке Был построен первый каток И мы начали От борта к борту Ну интересно Начали заниматься Были ребята Которые уже Чуть-чуть что-то умели Ну в основном Основная масса пришла Вот первоначальное развитие Первоначальное В действительности Сейчас уже играем В ночной лиге Ночная лига Это очень хороший проект Который дает возможность Заниматься хоккеем Тем любимым видом спорта Тем, которые не попали В профессионалы Это довольно серьезный проект Серьезная программа В продолжении темы На одном из форумов Я нашла Что любительским хоккеем Занимаются те Кто не показал Никаких результатов В молодости Увы Но хоккеистов в мире Требуется гораздо меньше Чем футболистов Ну вот знаете У меня тоже Я в молодости Очень мечтал Стать профессиональным музыкантом Я очень хотел петь Не получилось Теперь пою в караоке То есть тоже В какой-то степени В ночной Караоке лиге Наверное состою Вот вообще Мы говорим о развитии Детского хоккея На территории Краснодарского края Если говорить о категории 40 плюс То есть это уже Сформировавшийся костяк Вот это люди Которые здесь сидят И еще там Несколько человек Или все-таки можно Как-то к вам попасть Конечно можно Наши двери всегда открыты Поэтому любой человек Который желает Заниматься любительским хоккем Он должен проводить Наверное команду В первую очередь У нас параллельно С региональным отборочным этапом Ночной хоккейной лиги Проводится краевой Региональный чемпионат В котором допускается Уже участие И людей Которые профессионально занимались хоккеем Ну конечно На фестиваль не поедешь И поиграть с президентом Выйти на одну площадку Конечно же возможно С президентами С президентами даже Один из президентов Один из президентов Нашей страны Владимир Апутин Так высказался О ночной хоккейной лиге К слову Добавлю Что за несколько лет Он встал на коньки И сейчас Спокойно катается На катке Давайте послушаем НХЛ Стало ярким примером Успешного Массового Спортивного проекта Который прошел проверку Временем Доказал свою востребованность Завоевал большую популярность И авторитет Я так порадовался Когда увидел Что эта инициатива Получила развитие По всей территории Российской Федерации В каждом регионе Теперь у нас создаются команды Проводят между собой соревнования А потом мы финал организуем Либо в Москве Либо в прошлом году Организовали в Сочи Сто с лишним команд Приехало со всех регионов Российской Федерации Я два с половиной года назад Вообще не мог стоять на коньках Сегодня уже Может быть вы видели Пытаюсь что-то изображать там Вот то, что мне нравится Если когда я и выйду на пенсию Я постараюсь заниматься тем Чем мне нравится Действительно любой человек Который желает заниматься хоккеем Даже в относительно зрелом возрасте Может взять коньки Было бы желание И встать на коньки Показывать достаточно неплохие результаты Только иногда столько шайб Наверное не получится Сразу же забрасывать Как нашего президента Хоккей это командная игра Все зависит от партнеров Если у вас хорошие партнеры То и количество шайб будет не меньше Развитие Чем вот вы конкретно занимались Десять лет назад В хоккей играли? Ну в хоккей я не играл То есть я занимался хоккеем в детстве То есть до 14 лет Ну хорошо Вот когда пришла эта ночная хоккейная лига В Краснодар Понятно Она пришла после того Как Владимир Путин сказал Что нужно создавать эту лигу То есть до этого Людям которым за 40 лет Ну даже там за 18 лет Которые не являются профессиональными Собираться играть было негде Почему у нас проводился любительский чемпионат Под эгидой федерации хоккея Кубани Который поддерживал министерство спорта Краснодарского края То есть чемпионат проводился Единственное что с приходом такого проекта Как ночная хоккейная лига Этот чемпионат стал носить более весомый статус И более упорядоченная система проведения чемпионата То есть достаточно серьезную проверку проходят все играющие То есть там начиная от заполнения паспортных данных До проверки игрового прошлого людей Потому что ну как показывает практика И даже в любительском хоккее Кривят душой Да периодически мухлюют с анкетами И возникает ситуация Когда человек профессионально занимался хоккеем И пытается участвовать в нашей любительской лиге Такой человек потом все забанит И команда наверное его тоже Естественно да То есть вот у нас к примеру в прошлом году был казус Когда одна из команд Которая шла на первом месте Она просто-напросто из-за того нерадивого игрока Который недостоверно заполнил свои анкетные данные Просто была дисквалифицирована И с чемпионата Ну это наверное правильно Есть определенные законы Согласно которым нужно жить Дмитрий вот опять же да Количество вот команд Которые сейчас принимают участие Будь то ночная хоккейная лига Будь то там какие-то другие любительские турниры Я имею ввиду уже взрослых людей Которые да может быть Когда-то были профессиональными хоккеистами Или не стали профессиональными хоккеистами Они вот это количество Оно как-то растет на ваших глазах Или там за пять лет ничего не изменилось Ну количество непосредственно конечно растет Растет но есть еще проблемы у команд Которые возможности Ну все-таки наш край он не маленький край Где-то приезжать на какие-то Ну там столкнулись ряд команд Которые в прошлом году Позапрошлым году играли Они не нашли как бы финансирования Не смогли выступить Потому что в принципе это нужно Финансирование сколько стоит Вот содержать такой Ну не содержать наверное да А вообще играть в такой команде То есть откуда эти деньги берутся То есть понятно спонсоры да Ну то есть сколько нужно всего Какая сумма нужна Ну смотрите да Начнем с того что каждый год Проведение чемпионата И стоимость проведения чемпионата Зависит от того количества команд Которые в этом чемпионате участвуют 70% затрат которые несет команда Это оплата судейских бригад Лед предоставляется региональным Министерством спорта По всей Российской Федерации Игрокам бесплатно То есть это ключевая и сильная сторона Данного проекта То что игроки Даже в зрелом возрасте Играют на бесплатном льду И участие в таком чемпионате По кругу получается Гораздо дешевле Нежели чем участие В каких-либо коммерческих турнилах 70% на хлеб не намажет Вот не намажешь Давайте вот 2016 год 2015 2016 сезон Правильно? Средним на одного игрока Обходится от 3 до 5 тысяч рублей в год В год? То есть это не такая большая сумма Это абсолютно подъемные земные деньги То есть если мы говорим о спонсорах Зачем спонсоры Если по даже 10 тысяч Каждый человек может сложиться И в принципе выступать Или я что-то тут вообще не очень Не, ну так как раз и происходит Что у каждой команды есть лидер Который берет на себя Львиную долю финансовых затрат И соответственно Эти финансовые затраты Как раз таки выступают спонсором команды Я понимаю, у Дмитрия Какие-то другие суммы в голове крутятся? Ну суммы в принципе Владислав говорит о непосредственно Заявочных финансах Ну участия Да, только турниру В той же команде из города Ейска Или Армавира Ей нужно приехать Ей надо где-то разместиться На какие-то деньги доехать То есть сыграть субботу Сыграть воскресенье Уехать обратно И не всегда как бы Ну в хоккей же играют разные люди Настоящие мужчины Да, настоящие мужчины С разным уровнем достатка И все остальное И тут в этом плане бы Ну многие муниципалитеты Помогают хоккейным командам Находят возможность Помочь своей хоккейной команде Которая выступает В течение года ездит Потому что в принципе Хоккей как бы тот же любитель Он же еще выходит и на лед Которые там тренировки проводят Сайты Тоже же они оплачиваются Их надо оплачивать Ну и по большому счету Согласитесь наверное со мной Что в данном случае Как бы да Мы говорим что например Спонсора нету той или иной команды Но это наверное не спонсор По большому счету Это ну там Меценатство То есть здесь спонсорство Это смысл Просто ну лейбл Наклеил на майку И кто его будет видеть Нет это как правило Люди которые сами играют в хоккей Которые любят хоккей Действительно поддерживают команду Создают вокруг себя Комфортный коллектив Комфортную атмосферу Как показывает практика Дольше всего живут Те команды Которые действительно Собралась группа единомышленников Не только близкая там По своей любви К этой прекрасной игре А еще и близких по духу Да то есть примерно Одинакового социального статуса Примерно одинаковых там Морально-этических принципов И так далее Да то есть это целый коллектив И действительно вот эти коллективы Вот многие ребята Начинают там дружить семьями То есть там устраивают Совместные праздники И так далее То есть это своего рода социум И форма общения Для взрослых людей С таким позитивным вот Вот посмотрели вы на Эдуарда Эдуард вот например В вашей команде Которая называется Изумруд Какой процент людей Которые являются Жителями города Крымска Славного да И людей которые Не являются жителями Города Крымска Вы мне задаете Провокационные вопросы Ну чем он провокационен Ну потому что Он намекает на легионера Я имею ввиду Человек который приехал Купил квартиру И живет в городе Крымске Он является гражданином Города Крымска Я имею ввиду таких людей Вы же теперь В Крымске проживаете Нет я проживаю в Краснодаре Ну хорошо Вы проживаете в Краснодаре Но вы проживаете В Краснодарском крае Да Здесь понимаете Когда организовывалась Ночная хоккейная лига В Краснодарском крае Как раз был принят принцип Чтобы распределить По городам Где еще нету Ледовых дворцов Либо по тем городам В которых они будут планироваться Чтобы хотя бы команда там была Для того чтобы Это направление развивалось Вот поэтому здесь Если говорить о нашей команде Которая изумрут из Крымска То из Крымска Там нету людей Ну 50 процентов Я могу по нашей команде сказать Давайте 50 на 50 То есть у нас порядка Ну от 80 до 90 процентов Игроков нашей любительской команды Проживают или работают На территории Северского района То есть это охват непосредственно Района там поселений То есть родились и выросли Да есть родились и выросли Есть переехали еще в детстве И занимались Есть те которые встали На коньки непосредственно Уже когда появилась Ледовая арена у нас Клубе загородного отдыха В Северской Как бы поэтому Ну масса людей Привлекается к этому виду спорта И даже у нас уже существует У нас команды Которые стремятся в будущем Войти и играть уже На ночной лиге Например я захотел Ну там создал свою команду Я захотел поучаствовать В ночной хоккейной лиге Или где-то еще Мне нужно где-то тренироваться Сколько стоит час аренды Вашего льда Я так думаю что Наверное одна из самых дешевых Аренды льда для катания Это в Северском районе 6 тысяч рублей 6 тысяч рублей в час Да Для взрослых и детских команд Ну в Краснодаре Если мне память не изменит Порядка 10 тысяч Ну то есть тоже час Плюс не забудьте Экипировку посчитать И еще надо спросить Сколько клюшек они ломают За сезон Насколько я знаю Там штук 15 Правильно? Ну многовато вы что-то сказали За игру 50 Любители не профессионалы Это профессионалы По 70-90 клюшек За сезон ломают А в принципе 3-4 5-5 5-5 Ну да Вокруг 5-ти все крутится За сезон Каждая стоимость В принципе Мужчина купил экипировку Раз и навсегда Все И он никогда не расстает Обновляется в среднем Раз в пятилетку То есть это вполне нормальный процесс То есть вот на нашей ледовой арене Уже на сегодняшний день Занимается порядка Трех любительских команд Которые планируют Уже подойти под какой-то уровень И войти уже в ночную лигу Чтобы войти в ночную лигу Это достаточно заявления От команды Ну списка игроков Для того чтобы его проверили Хорошо Хорошо Вот в этом сезоне В финале Ночной хоккейной лиги От Краснодарского края Кто сыграет? А вот это как раз таки решится 26 марта Всех приглашаем В Краснодарский ледовый дворец Айс-Палас Где состоится финал Между командой Сочи И командой из города Анапа И в их борьбе упорной В финале регионального отборочного этапа Как раз таки определится Та команда Которая поедет На фестиваль Так как это ночная хоккейная лига Мать будет ночью Нет Почему Это будет дневное время суток То есть Порядка где-то В районе 16 часов Я думаю Вопрос еще Ну Сочи понятно Почему он может стать Например победителем Регионального этапа Но вот Анапа Это конечно же вопрос Ну это кстати говоря Вот пример команды Когда действительно Ребята приезжают В Станиту Северскую Тренируются Из Анапы Отлично Как раз привет Анапе Я знаком с людьми Которые занимаются хоккеем В Анапе Обязательно конечно же Мы приедем на этот матч Спасибо вам большое Поговорили мы о ночной хоккейной лиге В принципе я думаю Что всем все понятно Я в категории 40 плюс Пока к счастью наверное Не попадаю Исполнится приду Ольга Ну там еще 18 плюс есть Если что Сейчас реклама Сразу после нее Подведем итоги нашей программы И конечно же итоги голосования Дождитесь В эфире программа Через край Уже я говорила Мы сегодня разговаривали О хоккее В перспективах И в начале программы Было вопрос Вы бы отдали ребенка на хоккей Ну что лидирует у нас четвертая позиция Четвертый ответ Нет У нас нет условий 38% Так как проголосовали На втором месте Да Это спорт для настоящих мужчин На третьем месте Нет Это дорогой вид спорта И всего лишь 4,5% Проголосовали Да Мы уже занимаемся Ну вот наверное тем Людям которые проголосовали За четвертый вариант Сказав просто нет У нас нет условий Мы сегодня попытались Дать ответ Попытались объяснить Что в принципе условия то есть Условия эти создаются Конечно же И будут наверное создаваться Я просто что хотел сказать Ну по большому счету Слова может быть высокопарные Может быть нет Но не так важно Чем будет заниматься ваш ребенок Это хоккей Это баскетбол Это плавание Или это еще какой-то другой вид спорта Самое главное Чтобы ребенок Оля Спортом занимался Вашему Мой занимается Футболом занимается И плаванием Вот сейчас я думаю Можно конечно же и в хоккей Но наверное чуть-чуть постарше Все-таки с 9 и на бесплатную Отлично Спасибо большое вам за то Что вы смотрели Нашу программу Это был проект Через край Мы совсем скоро с вами Увидимся Извините Увидимся уже завтра В это же время Вот на этом же самом месте На телеканале Кубань24 Да Всего вам доброго И конечно же Звоните нам Вы предлагаете свои темы Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому